Привет, красотка! И сегодня я для тебя приготовила очень полезное видео. Если бы я подобное видео посмотрела бы года два назад, моя жизнь была бы немного другой, потому что я не потратила бы столько времени и денег в стоматологии. Но я считаю, что все не зря. Очень хорошо, что у меня как раз-таки был этот опыт, и сейчас я могу поделиться им с вами, с такой огромной аудиторией, и сделать вашу жизнь как раз-таки лучше, осознаннее, и, надеюсь, сэкономить вам и время, и деньги, и нервы. Окей, поехали! Сегодня я вам открою целых пять советов, пять лайфхаков, как реже ходить к стоматологу. Это такие маленькие шажочки, которые, поверьте, очень эффективные, очень действенные. Это проверено на мне, это проверено на кучу людей. И очень печально осознавать, но есть даже такой факт, есть такой момент, и признают это многие стоматологи, чтобы у стоматологов как раз-таки были пациенты, были клиенты, эта информация особо не распространяется. Но это не означает, что она как бы такая под кодом секретности какой-то стоит, и все, каждый, кто расскажет, о ней будет расстрелян. Нет, но, тем не менее, это почему-то не ведется в массы, почему-то об этом не говорят по телевизору, почему-то об этом не говорят передачи, об этом могут сказать немножко так вкратце, но, тем не менее, вот эти вот пункты, о которых я сейчас скажу, они у нас на подкорке не заложены. Иначе, поверьте, мы бы реже с вами ходили все к стоматологу, мы бы реже имели кариес. Но, извините, тогда у стоматологов наших не будет работы, да. Я хочу, чтобы вы не мучились, я хочу, чтобы вы были здоровы, и зубки ваши тоже, и лишних махинаций ненужных с вашими зубами не было. Первый совет, это, конечно же, чистить зубы два раза в день, это элементарно, нам об этом говорили всегда. Если вы этого до сих пор не делаете, то как вообще вы живете, конечно, скорее всего, скоро зубы дадут о себе знать. Но тут такой вопрос, когда именно чистить зубы с утра? То есть, мы все понимаем, что перед сном это понятно, когда чистить надо зубы. После последнего приема пищи вы почистили зубы и, оп, идете спать, ничего, конечно же, больше не употребляете, ни напитки, ни еду, только максимум воду можно пить. Но как быть с утром? Чистить зубы до завтрака, до потребления пищи или после? Здесь мнения стоматологов, мнения ученых, специалистов разделяются, потому что есть преимущества и того, и другого способа. Например, в пользу того, чтобы сразу же проснуться и почистить зубы, перед тем, как пищу принимать, есть такой аргумент, что пока мы спим, наша слюна почти не образуется, то есть ее очень мало в ротовой полости. Из-за этого бактерии становятся более активными, из-за этого они скапливаются везде и повсюду. И затем, со следующим приемом пищи, все наши бактерии уплывут нам в организм. То есть, все наши бактерии окажутся внутри нас. Это не есть хорошо, поэтому рекомендуется чистить зубы до завтрака. Но, тем не менее, если вы не почистите зубы после еды, то все остатки пищи, которые у вас есть в зубах, будут потихонечку гнить, так сказать, конечно, не моментально. Но, тем не менее, бактерии, конечно же, активизируются на них, потому что это их единственная пища. Пока вы в следующий раз не почистите зубы, то есть, получается, до вечера все это время, ваши зубы под воздействием этих бактерий, что тоже не есть хорошо. Поэтому есть такой компромиссный вариант, компромиссное решение, что советует и мой стоматолог-врач, которому я сейчас лично доверяю, который хороший, действительно проверенный. Это чистить зубы до завтрака, а после завтрака хорошо прополоскать рот водой. Желательно даже зубной нитью. Но о зубной нить мы поподробнее поговорим попозже. Второй лайфхак, это полоскать ротовую полость после каждого приема пищи. Особенно после сахарной, так сказать, то есть, после сладкого. Объясню, в чем прикол вообще. Из-за чего у нас происходит кариес, из-за чего у нас образуется налет, из-за чего вы вообще в итоге идете в стоматологию, это наши бактерии. Бактерии наши кушают пищу. Если вы им пищу эту даете, то есть, сахар, например, это просто то, на что бактерии активизируются моментально, да? Да или любая другая пища, которая остается между зубами, остается полость рта, это прямая пища для наших бактерий. А значит, они активизируются, а значит, начинают разрушать наши зубы. Короче говоря, это плохо. Поэтому единственный способ, который предотвратит такое ярое нападение бактерий на наши зубки, это удалять ту самую пищу, которую мы съели. То есть, лучше всего после каждого приема пищи полоскать рот в ванной, в раковине. О следующем лайфхаке я узнала сама буквально недавно. Он касается свежевыжатых соков. Когда мы пьем свежевыжатый сок, например, апельсиновый, как и любая другая жидкость, сок нам попадает полностью в полость рта и соприкасается со всеми нашими зубами. Но дело в том, что в свежевыжатом соке находится очень много кислоты. Кислота очень плохо влияет на наши зубы, поэтому если вы уже и пьете свежевыжатый сок, то пейте его через трубочку, чтобы соприкосновение с зубами было минимальным. И желательно после сока все же прополоскать рот водой, чтобы вот эта кислота, если она хоть на каком-то зубике осталась, все равно она вышла. Четвертый такой момент. Хочу вас познакомить замечательным словом, замечательной вещью, как ксилит. Если вы смотрели мое вот это вот видео, то, скорее всего, вы знаете, что такое ксилит. Это невероятная вещь. Вообще ксилит это заменитель сахара. Но наши бактерии в полости рта, они не понимают, что это не сахар, потому что ксилит сам по себе сладенький. И идут на этот ксилит, чтобы его скушать. Так как они не могут его употребить, потому что это природный сахар, они умирают. Поэтому существуют различные постилки с ксилитом, жевательные резинки с ксилитом, по-моему, даже зубные пасты, ополаскиватели с ксилитом. И вообще запомните это слово ксилит, для наших зубов это просто невероятная вещь. Таким образом ксилит предотвращает появление кариеса вообще. Мне постилки с ксилитом прописали как обязательную вещь, для того, чтобы я пропивала там 2-3 месяца курс, 2-3 месяца опять отдыхала, потом 5-2-3 месяца их пропивала. Точнее рассасывала, потому что у меня вообще стоит диагноз, что у меня кариозные процессы очень-очень быстро развиваются. И нужно всячески бороться с моими бактериями. И пятый совет, но не по значению, конечно же, это зубная нить. Я не знаю, почему мне не говорили об этом в школе, я не знаю, почему я об этом вообще никогда не слышала. То есть много же, знаете, правил, когда нам говорят, и ты такой, ну да, так нужно делать, но я не буду. Но вот про зубную нить мне так не говорили никогда, и я просто не понимаю, почему, блин, я сейчас без нее просто жить не могу. Для меня это просто обязательная привычка, и я даже комфортно себя не чувствую, если я пойду спать и пойму то, что мои зубы, мои промежности между зубами, можно это говорить вообще, легально это слово или нет, очищены. Наша зубная щетка, конечно же, не способна очистить все участки между зубами, вообще никак, потому что она достаточно большая, она убирает только самые большие, самые грубые остатки, избавляет от налета. Но чаще всего как раз-таки пища застревает между зубами, это труднопроходимые места, и чаще всего там и образуется в итоге кариес, потому что, слава богу, зубной щеткой мы с вами все научились пользоваться. И вот как раз-таки зубная нить спасет вас от того самого кариеса, возможно, только из-за которого вы выходите к своему стоматологу. Приставим зуб, и кариес идет не здесь, не здесь, а именно с боков. Если у вас так, то, скорее всего, это зубная нить, точнее ее отсутствие, поэтому обязательно ее приобретите. Вот такие советы, вот такие лайфхаки от меня, красотки, скажите, пожалуйста, интересно ли вам эта тема? Я сейчас зубами своими занимаюсь очень активно уже как год, и не думаю пока заканчивать, ну, точнее, я-то думаю, а вот зубы мои нет. Но я уже на верном пути почти финиширую, и я очень сильно так погрузилась в эту тему, очень много всего прошла на своем опыте, поэтому если вас эта тема интересует вдруг на моем канале, я готова даже посвятить отдельный плейлист этой тематике. Пишите свои идеи в комментариях, что бы вы хотели видеть, если хотели бы вообще. И, честно, красотки, я сейчас очень сильно тороплюсь, поэтому очень надеюсь, что вы не обидитесь, что сегодня не будет видео-вопросов из Инстаграма, но, тем не менее, подписывайтесь на мой Инстаграм, здесь будет, как всегда, ник, задавайте видео-вопрос в директ. И я вас очень сильно люблю, улыбайтесь чаще. Пока-пока!